Итак, снова всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.dushin.ru 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 В продолжении сегодня хочу поговорить в этом видеоподкасте темы о том, какую музыку слушать на тренировках. Потому что тот клик был и это обсуждение, когда я рассказал. Ну вот, продолжаю. Погода не дала мне до конца записать. В общем, пошел очень сильный ливень. Но это мне не помешало тренировку провести. Все равно, сейчас бегал под дождем, лупашил такой дождь вообще капец. Промок вообще насквозь. Он уже закончился. Ничего нет. Так вот, по поводу музыки. Значит, дело в том, что очень сильно частота сердечных сокращений зависит от того, какая музыка. Она очень сильно привязана к ритму той музыки, которую вы будете прослушивать во время тренировки. очень зависит. На самом деле, даже если просто сидеть на диване и включить очень забойный рок-н-ролл, то частота сердечных сокращений даже во время покоя полного очень сильно возрастет. Это естественно. Музыка очень сильно влияет. Особенно, если она еще нравится вам и вызывает какой-нибудь эмоциональный фон, даже если не нравится, но есть эмоции, то это еще сильнее работает. Но главное, что музыка, конечно, нравится. Так вот, как использовать это можно? Абсолютно не большинство людей знает, как использовать это в одну сторону. То есть, ставим более забойную музыку и легко проводить более забойную тренировку, когда требуется достаточно высокий сердечный ритм. То есть, требуется мотивация такая, стимуляция, чтобы организм стал работать интенсивней. Но то же самое работает и в обратную сторону. Что прекрасно самознают те, кто занимается медитативными практиками, йогой, не ставят более спокойную музыку, если требуется расслабление какое-то, покой. Эта музыка очень сильно на это влияет. Она замедляет частоту сердечных сокращений и способствует умиротворению такому. Так вот, если во время интенсивного тренинга, такого как кроссфит или быстрый бег, не забойную музыку поставить, а более медленную, то можно с более высокой интенсивностью, с более высокой скоростью тренироваться, не выходя за рамки той частоты сердечных сокращений, которая для вас будет адекватна. То есть, вот у вас предположен тот диапазон, когда от 150 до 160 должна быть частота сердечных сокращений. И вы можете сбежать со скоростью 10 км в час, чтобы не выйти за вот эти пределы. Если вы поставите музыку более спокойную, вот, там Анатолий Вершанти вот мне очень сильно нравится. Я просто советую прям реально. Там типа тибетская музыка, ну, это так авторская музыка на самом деле переработанная, но на базе тибетской, сам тибетской музыки, индейской музыки, индийской, китайской, ну, более как бы на восток, да, там арабской музыки, восточная такая. То вот можно бежать со скоростью 12 км в час и не выйти за эти 150-160 ударов за минуту. Ну, сердечных ударов за минуту. А если бы вы слушали музыку забойную, то у вас бы поднялось бы до 180-190. Вот это вот очень интересный момент. И вы не закисляете сердце, даете серьезную работу мышцам, даете серьезную нагрузку и кардио, и пневматическую, то есть, ну, респираторную, но тем не менее вы находитесь в той зоне, в которой идет ну, как адекватный тренинг и не будет ненужного перетрена там, где этого быть не должно. Поэтому вот такой совет вам. Обязательно имейте в своем арсенале на плеере, на коммуникаторе или где-то еще какую-то подборку, плейлист вот такой музыки, которая вам очень сильно нравится, но она не быстрая, где ритм не выходит за пределы 120 ударов за минуту это максимум, а лучше даже, чтобы он был ниже. Все. Удачи. Салют. Поехали. Поехали. Поготрех. Поготрех. Продолжение следует...